Друзья мои, всем огромный привет! Меня зовут Вика и я очень рада видеть вас у себя на канале. Сегодняшнее видео будет вновь посвящено продуктам масс-маркета. Некоторое количество косметических средств у меня снова поднакопилось. Какими-то я осталась довольна, какие-то меня немного расстроили, но сегодня планирую рассказать и о тех, и о других, не все ж только о хорошем. И перед тем, как начать свой отзыв на данные продукты, и, конечно же, показать, как они работают, я, пожалуй, оглашу список участников. И в сегодняшнем ролике пойдет речь о фиксирующем спрее от NYX, тональной основе от L'Etoile под названием Silk Perfection Foundation, о кремовых тенях марки Top Face, о новинке от Luxe Visage, это блески-пламперы. И также в сегодняшнем ролике речь пойдет о туши, о двух экземплярах туши, от L'Amel и от Vivienne Sabo. Тоже поделюсь с вами своим впечатлением. Если вам интересно послушать о данных продуктах, посмотреть, как они работают в макияже, то оставайтесь со мной. Сегодняшний обзор я собираюсь начать со спрея от NYX. Это спрей-фиксатор для макияжа. До этого лета, откровенно вам скажу, я не понимала вообще нужность данного средства. Я считала, что в моей косметичке довольно много устойчивых продуктов, которые самостоятельно в макияже продержатся целый день. Поэтому каких-то дополнительных потребностей фиксации макияжа я не испытывала. Ну, на крайняк, использовала фикс плюс от MAC, и он очень даже неплохо работал. Но этим летом все изменилось. А виной всему это тренды на макияж. И все мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день коммерческий макияж, ну, в таком привычном понимании, это что-то такое очень легкое, очень натуральное, невесомое, еле уловимое. Такой макияж без макияжа. Но все мы прекрасно понимаем, что не всегда можно добиться легкого макияжа с помощью устойчивых каких-то текстур и формул. Обычно все устойчивые формулы более густые, более плотные и, откровенно скажу, заметные на лице. И вот тут вот я поняла, что мне нужно какое-то дополнительное средство, чтобы фиксировать этот легкий нюдовый макияж. Конечно же, я не сама придумала, как использовать данное средство. Я, честно скажу, подглядела, но мне безумно понравилось, как работает эта технология. Данный спрей-фиксатор я использую не только в конце макияжа, для того, чтобы полностью зафиксировать образ, а также в процессе макияжа кожи. И я попозже покажу, как я это делаю. Единственное, что хочу сказать, что именно конкретно данным фиксатором, он у меня с матовым финишем. Я довольна на все 100%. Более дорогие аналоги я не пробовала, но пока у меня не возникает желания купить себе что-то другое, потому что данный фиксатор от NYX меня полностью устраивает. Он абсолютно не ощущается на лице, не создает какой-то неприятной пленки, довольно хорошо и быстро впитывается. И самое важное, то, что он действительно продлевает стойкость макияжа. Следующий продукт, о котором я планирую поговорить, это тональное средство от L'Etoile Silk Perfection Foundation. В русском варианте тональный крем для лица совершенства шелка. Я давно не была в L'Etoile, я не знаю, новинка это или не новинка, регулярная коллекция или нерегулярная. В любом случае, мне понравилось, когда я его потестировала на руке, мне понравилась его консистенция, мне понравилась его плотность такая средняя на каждый день. Но, к сожалению, я не нашла каких-то более конкретных отзывов на данный тон в сети. Поэтому, грубо говоря, купила так, кота в мешке. Что же мы тут имеем? Здесь 30 мл пластиковая туба, кому это интересно, я не знаю. Это довольно жидкая кремообразная тональная основа, то есть это такая на грани флюида, довольно легко распределяющаяся. Она хорошо наносится как кистью, так и спонжем, не полосит. Самое важное, мне очень даже хорошо подошел оттенок, и он, мне кажется, даже слегка подстраивается под тон кожи. То есть в процессе нанесения трудностей я никаких не испытываю. Более того, мне очень нравится финиш, который я вижу в зеркале после нанесения данного крема. Мне нравится, как выглядит с ним моя кожа. И все бы хорошо, за исключением одного но. Вся эта красота сохраняется на лице ровно один час. Да, после часа носки данный тон превращается в тыкву. После часа носки вы в своем отражении, в зеркале, видите все неровности, все шероховатости вашего лица, вашего рельефа, будь то воспаления, будь то морщины, поры. Все-все, чем бы, казалось бы, в обычной жизни вы не обладаете, вываливается в вашем отражении в зеркале. В общем, какая-то ужаснейшая картина. Поэтому я бы не рекомендовала этот тон никакой проблемной кожи, ни кожи с шелушениями, потому что это все здорово и быстренько будет подчеркнуто. Также я бы не рекомендовала данный тон. И жирной кожи, потому что стойкость у него абсолютно не кокущая. Спустя некоторое время он благополучно впитывается в жирные участки лица, и его как будто бы там не бывало. Скажу честно, немного расстроилась данной покупкой, но для того, чтобы этот тон не валялся у меня без дела, и все-таки я могла бы пользоваться, я его использую как раз-таки с фиксирующим спреем от NYX. И сейчас я покажу, как я это делаю. Сначала наносим тон тонким слоем на лицо. С помощью кисти я его буду наносить. И сразу хочу сказать, что предварительно я на кожу нанесла базу вот такая вот у меня от Guerlain. Это пор минимайзер для того, чтобы все-таки более-менее выровнять поверхность, для того, чтобы впоследствии этот тон у меня не провалился в поры. И с помощью кисти я наношу его на лицо. Что касается покрытия, покрытие среднее, ярких каких-то синячков и воспалений данный тон не перекрывает, но на каждый день очень даже неплохо. Если вам не принципиально важно, чтобы это делал именно тон, можно воспользоваться дополнительным консилером и выровнять кожу. Видите, в общем-то, покрытие очень даже неплохое. И кожа с ним такая сияющая, правильно сияющая, здоровая. И мне нравится вот это вот первое впечатление. Я нанесла первый слой. На камере кажется, что он немного светловат. Ну, это из-за того, что бликует цвет. На самом деле в жизни он мне очень хорошо подходит, данный оттенок. Я распределила его кистью. Кстати, нанесла только его дополнительно, консилер еще не использовала. Что я делаю дальше для того, чтобы продлить стойкость? Я наношу фиксирующий спрей на все лицо, прям вот на тон. С небольшого расстояния. Немножечко он сейчас высохнет. И далее я беру спонж влажный. Снова беру этот тон и дублирую слой с тоном. Уже спонжем. Можно, в принципе, и снова кистью воспользоваться. Это кому как нравится. Прибивающими движениями. На центральную часть я дополнительно нанесу слой. То есть у нас с вами получается вот такой вот сэндвич. Тон, спрей, тон. И более того, я могу сказать, что эти слои можно повторять. За счет этого ваше покрытие станет более устойчивым. При этом лицо не будет перегружено. Можно спокойно в такой же технике использовать какие-то абсолютно легкие флюиды. Просто вот так вот аккуратненько слой на слой наслаивать. Масло масляное. И эти слои между ними наносить фиксирующий спрей. И прибудет с вами пролонгированный макияж. Все. И вот в такой технике данный тон у меня держится целый день. С лицом благополучно закончила. И теперь приступаем к глазам. Здесь у меня, знаете, полнейший восторг от этих продуктов. Речь идет о кремовых тенях марки Top Face. Я потихонечку знакомлюсь с этой маркой. Сразу все решила не покупать. Решила начать с глаз. И вот пока она меня очень-очень радует. В этот раз я решила попробовать их кремовые тени. Выбрала для себя два оттенка. 003 и 004. Они немного между собой перекликаются. Вот так вот на первый взгляд. И на глазах тоже может показаться, что они абсолютно одинаковые. Но 0,3 оттенок немного более такой теплый уходит в коричневый подтон. А 0,4 это более холодный, талповый оттенок. Очень-очень красиво выглядящий на глазах. Что касается этого продукта, здесь у меня только положительные эмоции, только положительные впечатления. Начиная от текстуры, от удобства с ними работать, заканчивая результатом. Что касается текстуры. Текстура приятная, муссово-кремовая. Очень сильно они мне напомнили тени, как ни странно, от Tom Ford. У них примерно такая же консистенция. Они очень мягкие, очень такие красиво сатиновые. Ровно ложатся и абсолютно не забиваются в морщинки. С ними легко работать в связи с тем, что они очень классно тушуются за счет своей вот такой вот муссовой формулы. Давайте я буду параллельно наносить. Выбрала для себя сегодня оттенок 003. Называется он White Coffee. Красивый, повторюсь, такой коричнево-золотистый какой-то оттенок на коричневой базе. И он отлично подходит для каких-то быстрых smokey eyes. Я очень люблю с этими тенями делать именно smokey eyes. Наношу на просто слегка такое припудренное веко. Наношу по чуть-чуть, потому что тени пигментированы. С центральной части перехожу уже на периферию. Несмотря на то, что это стойкий продукт, они не сразу схватываются. Поэтому у вас есть возможность их наслоить. И также есть возможность их растушевать. Поэтому при растушевке можно спокойно добиться такого легкого, красивого перехода. Единственный такой нюанс. Если вы не планируете их закреплять сухими текстурами, нужно обязательно посидеть немножечко с такими прикрытыми глазами для того, чтобы продукт схватился. Иначе может немножечко скататься в складках. Что касается стойкости, продукт очень стойкий, водостойкий. Его можно со спокойной душой носить на морях, океанах. И он продержится с вами целый день. Абсолютно никуда не скатается, не растечется, не сбежит. И будет выглядеть так, как будто вы нанесли только-только что. Красивые оттенки. Такие очень даже, на мой взгляд, ходовые. Для многих они подходят. И приятные текстуры, с которыми очень легко и быстро можно работать. Всем могу порекомендовать. Отличный вариант кремовых теней. Используйте их как базу, самостоятельный продукт. На мой взгляд, вы не пожалеете то, что приобрели данный продукт. Единственный момент, не слишком много оттенков таких вдохновляющих, но все равно можно выбрать. Я за кадром проработала ресничный край, оформила второй глаз и немного скульптора нанесла в складку. И посмотрите, какой быстрый смоки айс получился. Я просто в восторге от этих теней. Честно, искренне всем рекомендую их обязательно попробовать. Теперь макияж будет держаться целый день. И, кстати, он очень легко смывается обычной мицеллярной водой. Макияж почти завершен. Осталось что? Правильно накрасить ресницы. И здесь, пожалуй, у нас самое интересное. Сегодня я, пожалуй, выскажусь по поводу вот этих вот нашумевших тушей, которые, пока я их тестировала, уже успели разделить бьюти мир на черных и зеленых. Визажисты, с кем в коллаборации они были созданы, уже успели обменяться любезностями. Ну ладно, все это мимо нас. Я сразу хочу сказать, я буду оценивать данный продукт исключительно как тушь. Я одинаково слежу как за Наталиной, так и за Гуар. Никому больше каких-то предпочтений из них не отдаю. Я считаю, что они обе очень талантливые визажисты, и их креатив он просто зашкаливает, и им только удачи и творческих каких-то успехов. Они просто молодцы. Вот, сегодня же мы с вами будем тестировать туши, которые создавались вместе с ними. И первая тушь, это тушь от Lamelle Flash Lash. И эта тушь была создана в коллаборации с Наталиной Муа. Я, пожалуй, одну тушь нанесу на один глаз, а вторую тушь на другой глаз. Сразу хочу сказать, что я их тестировала на протяжении двух недель, поэтому туши уже успели раскраситься, немножко подсохнуть и полностью себя проявить. Потому что, я считаю, не слишком объективно оценивать тушь, вот только-только распаковав ее и сразу нанести на глаза. У меня, по крайней мере, всегда какое-то такое неправильное впечатление складывается. Мне нужно, чтобы они раскрасились, потестировались, в общем, немножечко так, как сказать, раскрылись. Поэтому я взяла паузу перед тем, как высказать свое мнение относительно данного продукта, и ими активно пользовалась. Итак, тушь от Наталины, силиконовая щетка, это тушь с эффектом накладных ресниц. Щеточка в виде елочки, к основанию она расширяется и кончику немного сужается. Это сделано специально, как говорила Наталина, для того, чтобы прокрашивать маленькие реснички. Так, давайте сначала ее нанесем, а потом уже поделюсь своим впечатлением. Я подкрутила немного свои ресницы керлером, для того, чтобы просто мне так захотелось. Итак, тушь Наталины, смотрите, вот она наносится. Я не слишком люблю наслаивать тушь. Мне не нравится, когда слишком много слоев. Поэтому я наношу, грубо говоря, один слой. Ну, такой привычный один слой. Я не жду, пока первый высохнет, для того, чтобы нанести второй. Сразу. Немножечко подсклеивает реснички. Но это не проблема, всякая тушь подсклеивает ресницы. Расчесочки нам в помощь. Все очень здорово и классно. Смотрите, она действительно удлиняет их. Что касается эффекта накладных ресниц, ну, это опять-таки все вкусовщина. У всех накладные ресницы в понимании каждого они разные. Для меня накладные ресницы это пучки, красиво так обрамляющие глаз и делая взгляд более открытым. У кого-то накладные ресницы это значит шторки такие, хоп-хоп. Ну, для меня это не вариант. Поэтому эффект накладных ресниц в этом случае, он, да, действительно срабатывает. Они становятся более длинненькие, более такие симпатичные. Я не знаю, как вам показать. Они почему-то, ну, как-то вот так вот, если видно, не видно. Мне нравится, как эта тушь работает на моих ресницах. Она их удлиняет, повторюсь, разделяет и делает взгляд более распахнутый. В общем, на каждый день мне эта тушь идеальная. Я признаюсь, пользуюсь вот последнее время только данной тушью. Но у нее есть свои минусы. Какие минусы для себя отметила я? Первый минус это то, что на кончике собирается большое количество продукта. И когда ты начинаешь прокрашивать эти маленькие реснички во внутреннем уголке глаза, либо же на нижней веке, такие шматочки туши там остаются, но тоже не критично. Все это можно убрать. Это первый минус. И второй минус то, что тушь к концу рабочего дня у меня осыпается. Да, я вечером вижу в зеркале такие бревнышки, опавшие у меня здесь. В общем-то, других каких-то минусов я для себя не отметила. Поэтому могу смело порекомендовать данную тушь тем, кто не боится заляпаться. И тем, кого не напрягают слегка осыпавшиеся реснички по вечерам. Потому что тот взгляд, который она делает, действительно очень красивый. И в зеркале мне это безумно нравится. Поэтому всем рекомендую попробовать. Очень даже классная тушь такая на каждый день. Теперь тушь от Гуар. Это Кабаре Латекс. Я большая поклонница вообще туши Кабаре от Vivienne Sable. Вообще моя самая любимая. Здесь такая стандартная щеточка. Она, наверное, одинаковая по всей своей площади. И она тоже силиконовая. Итак, что же здесь нам обещает данная тушь? Наношу ее тоже на подкрученные ресницы. И сразу хочу сказать, что данная тушь, она более густая, более плотная и более такая тяжеленькая. Кстати, да, тушь водостойкая. Поэтому, скорее всего, ее вот эта вот тягучесть и плотность именно с этим и связаны. Что продукт водостойкий. Она тоже хорошо разделяет ресницы. Тоже классно их удлиняет. Ну, посмотрите, ну что, хуже что ли? Ну, вот ресницы тоже длинненькие. Тоже такие проработанные, прокрашенные, разделенные. Объема, кстати, нет ни у одной, ни у другой туши. Это сразу могу сказать. Они больше работают на разделение и на удлинение. Данной кисточкой мне работать гораздо легче и проще. Но это, видимо, либо привычка, либо потому что все-таки такого большого количества туши на кончике не скапливается. Вот. Поэтому данная тушь мне тоже понравилась. На мой взгляд, она более черная, более темный оттенок и отлично подходит для каких-то более темных, насыщенных макияжей. Если зелененькая от Lamelle тушь более, наверное, на такие дневные макияжи и больше для ежедневного использования, то это вот однозначно на вечер, потому что, если ее использовать с дневными макияжами, слишком сильный контраст. Но черная тушь, она тоже очень даже нужна. Что же касается минусов. Тут тоже есть минусы. Первый минус, самый такой весомый для меня, это то, что к концу дня у меня устают глаза с этой туши. Я чувствую, что веки прям тяжелеют, как будто бы на ресницах какой-то груз, и мне хочется очень ее смыть. Вот это неприятное ощущение с тушью Lamelle, у меня такого нет. Это первый минус. Второй минус, это то, что она водостойкая. Я вообще терпеть не могу водостойкие туши, поэтому я не очень их люблю смывать. Они у меня вечно смываются с горем пополам. Я нагружаю свои руки и свои глаза, и мне это абсолютно не нравится. И, пожалуй, вот из минусов все. Как тушь на такой крайняк, если вам нужен водостойкий макияж, она просто замечательная. Она черная, работает хорошо, удлиняет реснички, их разделяет, и абсолютно идеальнейший продукт. И на данный момент я не могу сказать, что одна, вот, к примеру, одна тушь хорошая, другая плохая. Они просто разные. Они для разных, как сказать, случаев. Если вам нужна тушь на каждый день, то я бы рекомендовала эту. Если вам нужна тушь на вечер для вечерних макияжей, то однозначно эту. И более вам могу сказать, в своем классе они очень-очень классные. И я уверена, что я их обязательно буду повторять. Потому что сколько водостойких тушей я не пробовала, вот это мне, наверное, ближе всего, комфортнее всего. И я возьму на заметку, что они существуют. Поэтому, наверное, скорее всего, в следующий раз, если мне понадобится водостойкая тушь, я буду покупать эту. И на каждый день, конечно, на данный момент вот эту вот тушь. Поэтому я ими двумя довольна. Но у каждой из этих тушек для себя я отметила недостатки. Вот как-то вот так. И, наверное, последний продукт, о котором я вам хотела рассказать, это новинка от Luxe Visage. Это Lip Plumper. Это блеск, который увеличивает наши губежки с вами. Выбрала я для себя три оттенка. 304, 305 и 306. Для меня они показались такие симпатичные. Я подумала, что если уж губы хотя бы меня не увеличат, хотя бы блески такие оттенков будут, какие вот здесь присутствуют. Очень такие симпатичные, вкусные. И какое-то дурацкое, прилагательное относительно всего, кроме еды. Это вкусный, вкусный цвет. Ага. Ну, они действительно очень такие вкусные и, на мой взгляд, привлекательные. Посмотрите, какие кремово-карамельные. Что касается продукта. В нем это блеск со спонжем. В нем включены мелкие-мелкие блесточки, но они абсолютно и не чувствуются на губах, и незаметны. То есть, это так, дополнительные искорки, дополнительное украшательство губ. Что касается оттенков. На губах оттенки, в принципе, едва различимые. Поэтому все я тестировать на губах своих не буду. На сводчиху поймете, что разница абсолютно минимальна. Что касается блеска, они разглаживают губы, да, шелушинки прибивают. То есть, как уходовые средства работают, нормуль. Немного они липковатые. Это мне не очень нравится. Ну и сам прикол-то в чем у нас? В увеличении губ. И эффектик-то действительно есть. Но он мне абсолютно не понравился. Я вот нанесу 306 оттенок на губы. И пока буду наносить, вы посмотрите, я вам расскажу. Обычно пламперы работают, ну, с которыми я встречалась, это либо в них много ментола, либо какая-то такая перцесоставляющая основа. Так вот, в данных блесках перец. Перец чили, который пипец как жжет губы. Губы, язык, в общем, куда он попадает, он везде просто-напросто обжигает. Такое ощущение, как будто вы его наелись. Более того, это дискомфортное ощущение сохраняется длительное время. Минут 15-20 вы ходите, и вы его ощущаете. Вы не можете отвлечься, потому что он постоянно, этот эффект, напоминает о себе. То есть вам жжет губы, ну, по крайней мере, мне, и вот я Рите тоже, честно говоря, дала попробовать, ну, чтобы более объективной быть. Мы, я, конечно, для чистоты эксперимента походила с ним какое-то время, для того, чтобы понять, когда эта жжение прекратится. И вот у меня прекращается спустя 20-25 минут. Рита, она просто не смогла сидеть, она пошла и смыла, сказала, мама, ну его нафиг, слишком жжет. Поэтому я считаю, что чрезмерно большое количество вот этих вот жгучих элементов сюда добавлено, но не каждый сможет вытерпеть такой эффект. Более того, который абсолютно нифига не работает. То есть он жжет-жжет, а губы у нас как были тоненькими ниточками, так и остались. Поэтому хватит, мне кажется, питать надежды, что их можно увеличить с помощью каких-то там блесков. Только укольчики. Укольчики позволят вашим губам быть более пухлыми. Ну, по крайней мере, я так думаю, считаю. Что касается, если опустить момент вот этот вот с жжением, то цвет неплохой, липковат, но такой среднестатистический блеск, который какими-то прям красивыми такими прям ошеломняющими качествами не обладает. То есть блеск масс-маркет. Да. Сразу видно, что на губах какой-то масс-маркет. На этом, друзья, я буду завершать. Надеюсь, что не слишком сильно вас загрузило. Надеюсь, для кого-то видео оказалось полезным. Кто-то для себя что-то отметил. Кто-то что-то решил точно купить. А кто-то, возможно, от чего-то решил все-таки отказаться после моих отзывов. Хотелось бы, конечно, приятненько так думать. Не скрою. Я вас очень люблю. Всех обнимаю. Всех целую. Всем спасибо за то, что подписываетесь на мои каналы и поддерживаете их и меня. Очень приятно. Прям-прям-прям вообще. Также хочу поблагодарить за ваши комментарии, за ваши оценки, за вашу активность. И увидимся с вами очень скоро. До новых встреч. Пока.